Девушки отдыхают 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 Сергей, наш патриотизм, наши героические идеалы. Я все сомневалась, не фантазии ли это. Девушки так маловерны. Когда я выстегивала Сергею саблю, он выглядел воплощением благородства. Поистину предательством было думать о разочаровании, унижении, поражении. И все же, все же, пообещай, что никогда ему не расскажешь. Я не даю обещаний, не зная, что обещаю. Но он держал меня в объятиях, глядел мне в глаза. И тут мне пришло в голову. А вдруг все наши героические идеалы всего лишь плод того, что мы зачитываемся Байроном и Пушкиным, что нам так понравились оперные спектакли в Бухаресте. Реальная жизнь редко похожа на овен. То есть никогда. Так мне тогда показалось, что только подумай, мама, я сомневалась в Сергее. Я все гадала, не следит ли с него героические орелы в повадке бравого воина. В первом же реальном сражении. Я до жути боялась, что по сравнению с этими умниками, русскими офицерами, наш Сергей окажется еще тем боякой. Еще тем боякой? Да как тебе не стыдно? Вон у сербов. Австрийский офицер. Не глупее наших русских. Все равно в каждом сражении мы их разбиваем на голову. Я оказалась обычной трусикой. Значит, это все правда. Значит, Сергей действительно велик и благороден, как и красив. Значит, мир действительно великолепен для женщин, видящих его великолепия. И для мужчин, способных на великие дела. Какое счастье! Какая невыразимая гармония! Ах! 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 С вашего разрешения, госпожа, нужно закрыть окна и запилить ставлю. Говорят, скоро пойдет стрельба на улице. Сербов отбросили за перевал. Говорят, они попытаются пробраться через город. Их преследует наша конница. И теперь-то, когда все выпустились на утек, нашли на тот же спуску. А я тут проверю, все ли за карто внизу. Зачем наши солдаты так жестокие? Что за слабо убивать несчастных беденцов? Жестокие! А ты думаешь, они не убили бы тебя? Или не сделали бы что похуже? Оставь ставни приоткрытыми лукой. Я их сразу же заполю, если услышу шум. Не выдумывай! Милочка, ставни надо сгреть напрямую. А то ты закрепишь, запуришь и закрепишь. Закрывай лукой. Ну, что это, госпожа? Не беспокойся, мама. Как только начнутся выстрелы, я потушу свет и заберусь под эти яло с головой, чтобы ничего не слышать. На редкость мудрое решили, дорогая. Спокойной ночи, спокойной ночи. Это самая счастливая ночь в моей жизни. Если только не бегляцы. Не поступай скорее, родная. И не думай о них. Заходите, Антонин, сами? Просто толкните их вот это. Они внизу на штыри закираются, но одного штыря не хватает. Благодарю тебя, милочка, но нам пристало делать, что должно. Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи. Я никогда больше не стану сомневаться в тебе, мой герой. Я всегда буду достойна тебя. Всегда, всегда, всегда. Мой герой. Мой герой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Я прошу простить за вторжение, но, как видите, форма на мне сербская. Если меня поймают, они меня убьют. Понимаете? Понимаю. А я не собираюсь дать себя убить, если получится. Это вы понимаете? Не думаю. Я знаю, что некоторые военные боятся смерти. Все, все милые подошли. Все боятся. Мой долг оставаться в живых как можно дольше и убить как можно больше врагов. Если вы поднимете шум, то вы меня застрелите. С чего вы взяли, что я боюсь смерти? А вдруг я не застрелю вас? Что тогда? Да. А вот что. Толпа ваших кавалеристов. Самые отъявленные мерзавцы во всей болгарской армии вонются в эту вашу хорошенькую спальню и прикончат меня как свинью, а я буду драться как дьявол. Им не удастся выгнуть меня на улицу, чтобы поразвлечься погоней. Неужели вы как-нибудь встретить подобных гостей в таком виде? Прозрачновато рубашечки. Не находите? Куда? Я только возьму накидку. Ох, отличная мысль. Нет уж, накидку возьму я. А ваша забота, чтобы никто не вошел в комнату и не застал вас в смотной рубашке. Так уже получше пистолета. Это хороший, я не достойный благородного человека. Оно прекрасно подойдет человеку, которому от смерти отделяете только руки. Слышите, если вы накраиваете меня этих негодяев, вам придется встретить их в одну рубашку. Отбирайте! 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 Отбирайте дверь! Это дом майора Светкова! Вовсюду нельзя! Что это значит, сударь? Вам известно, чей это дом! Добрый вечер, благородная госпожа! Прошу простить за старушение! Орешня! Орешня! Скорее, с тобой деда приспевели, иначе я не юбкурую! Орешня, не пройти занимает. Мне колес. Скорее одеваетесь, они идут. Орешня, благодарю! Не стоит благодарности. А что вы задумали? Первый солдат, который войдет в эту белью, знает. Держитесь подальше и не убедите. Кончится все выстреление, что будет неисприяло. Я помогу вам! Я вас спасу! Не выйдет. Выйдет. Я вас спрячу. Иди сюда, в камеру. У нас есть крошечный шанс, если вы не потеряете голову. Шшшш! Помните, что девять солдат из десяти — это полные идиоты. И если не надо, то обещаю вам тараху! Я отсюда тараху! Соседи видели, как мало повода в сточной трубе Карабкался один из этих нелюдей сербов. Наши солдаты хотят обыскать дом. Все приходили. Явые, разъярелые. Хозяйка говорит, вам нужно немедленно одеться. Надеюсь, сюда солдаты не войдут. Зачем их вообще впустили? Раина! Раина! Девушка, с тобой все хорошо. Ты кого-нибудь видела? Что-нибудь слышала? Слышала выстрелы? Надеюсь, сюда солдаты не посмеют влонить. Слава Богу, мне попался царский офицер. Он знает Сергея. Сударь, скорейте! Моя дочь готова вас принять. Добрый вечер, благородная госпожа! Прошу простить за вгоржение. На вашем балконе прячется серб! Не звалите ли вы? И благородная госпожа ваша матушка покинут слово на время отпуска. Что там сдохнуть, солдаты? Вы же сами видите, что на балконе никого нет. Остановите! Прекратите маму, идиоты! Слышали? Прекратите маму, идиоты! Прекратите маму, идиоты! Т.F. Слышали. Мико! Мов ли кто-нибудь спроникнуть в вашу комнату без вашего бедовых? Вы спали? Нет, я еще не ложилась. Да, у ваших соседей в голове одни беглые сербы. Вот они, вымеряющиеся, направо и налево. Прошу простить, благородная госпожа, тысячи извинений. Муа-муа-зэль. Покойной ночи. Славский, дитя, не отходи от матери ломка, пока колбаты не уйдут, воззвонясь. Ах-х-х-х! Ах-х-х-х! Ах-х-х. Изуманник погибло! Но едва в этом случае очень даже считается. Милые барышни, я ваша слуга до гроба. Ради вас я искренне жалею, что вступил в сербскую армию, а не в болтарскую. Я ведь в рождение не сел. А, вы из тех австрийских офицеров, кто подстрекал сербов, покуситься на нашу национальную свободу, кто командует сербской армией. Мы вас ненавидим. Австрий? Да что вы, не стоит меня ненавидеть, милая барышня. Я всего лишь швейцарец, всего лишь профессиональный наемник. Я вступил в сербскую армию, потому что Сербия ближе к Швейцарии. Будьте великодушны, вы и так разговорили нас на голову. А разве я не предела великодушно? О, да, да, да. Самое благородное и героическое. Но я еще не спасен. Сейчас у них пройдет не коротко обысков, но патрули будут обыскивать город всю ночь. Мне нужно скрыться в интервале, может быть, патрулями. Я подожду здесь, парни. Вы не возражаете? Конечно, нет. Мне жаль, что вам опять придется рисковать жизнью. Прошу вас. Не пугайте меня попусть. Ну что с вами? Ваш пистолет. Он все время валялся на глазах офицера. Будь-будь, вам привезло чудом. И только-то. Простите, что допугала. Держите. Теперь вам есть, чем защититься от меня. Чепуха, милая барышня. Он не заряжен, в нем нет патронов. Так зарядите, не стесняйтесь. Какая польза от патронов в бою? Вместо патронов я ношу всегда с собой шоколад. Последнюю конфету я прикончил вчера. Шоколад? Вы набиваете карманы шоколадом, словно школьник даже на поле-боле? Ага. Слеписом. Верно. А сейчас бы шоколадку. Конечно. Прошу вас. Простите, остались эти другие ядцевые. Теперь Анжел. С кремом. Вот это обведение. Вот это. Благослови вас Бог, милая барышня. Опытного солдата всегда можно отвлечить, потому что он не мог пуглеить по транзакту. Молодняк таскает на себе пистолеты, патроны. Опытные солдаты. Жрату. Спасибо вам. Слеписом. Не сделайте. Бежим. Я понимаю, вы мне мстите за то, что даю еще им фураурус. Да пугай меня. Знаете, сударь, хоть я и слабая женщина, но, смею заметить, сердце у меня такое же отважное, как и у вас. Не сомневаюсь. Вы ведь не провели последние три дня подогнем. Два дня я вполне выдерживаю. Но три дня не вынести никому. Я сейчас погребен выше. Хотите увидеть, как я плачу? Совсем нет. Если хотите, отругайте, как будто вы моя няня, а я ваш маленький подопечный. Ой, ребята, я сейчас в городе с вами призываюсь. Простите, но я и не думала вас ругать. Вы должны меня извинить, но наши солдаты не такие. Какие? Такие они. Такие. Есть два типа солдат. Опытные. И молодые. Я служу 14 лет. Половина ваших кораблецов даже пороха не нюхали. Как? Это почему вы нашли с гранили? Чистое незнание военного искусства. Ничего более. Я в жизни не видал такого внепрофессионализма. То есть, разгранить вас было воплощением внепрофессионализма? Да ладно. Где тут профессионализм? Бросить полк кавалерии? На батарею пулеметов. Ведь вижу ясно, стоит пулеметом начать стрелять. И не гонит. Ни люди не приблизятся к нам на 50 метров. Я глазам не поверил, когда увидел эту ажарку. Вы видели великую кавалерийскую атаку? Расскажите, расскажите меня подробно. Вы верно никогда не видали кавалерийскую атаку? Откуда у меня? А, ну да, не видали. Слава быть, значит... Ну, в общем, зверище это призабавное. Представьте, что вы бросаете приближный уголок гороха в оконную раму. Ну, сначала долетает первая горошина. Потом еще парочка. Потом все остальные с хлопом. Первая горошина? Да, самая отважная из всех крючков. Ага, видели бы вы, как этот зверище оттянул на себя уступок. Вот какой отрестатель? Да что, поставить лошадь, естественно. Она же понесла, как угорела. А, вы думаете, охота доскакать в пехню до племенок и получить пулю в лоб? Ну, конечно, потом и остальные подоспели. Молодняк сразу видно. А ну, сабрами размахиваю. Опытные солдаты сжимаются в себе в низкой посадке. Они понимают, что они всего лишь летательные орудия. Что толку махать сабрами? Вот потому у них потом сразу восстановлены только сломанные коней. Но я думаю, что лошади, они в кучу сбивают. Да не верю, что передовой кавалерист может быть трусом. Я считаю, он герой. Вот и про передового кавалериста в сегодняшней атаке вы бы сказали то же самое. Я так и сказала. Расскажите, расскажите мне про него. Он сгакал в атаку, как у перликенов. Род свой такой молодец, красавец. С обзором горячего, чудным июзамым. А гал, что-то правительственное не несся на нас, как тонкий вод на нынешне. Мы изрядно посмеялись. Мы посмеялись смеяться? Посмеяли? Посмеяли? Но приезжал наш сержант белый, как простыня, и проскурившись, что нам привезли не те снаряды. И что минимум еще один минут 10 мы не сможем сделать ни выстрела. И вот тут нам стало не рассмеяться. Я в жизни не чувствовал такого ужаса, что баре переделок мне довелось побывать. Я думаю, даже без патрона, в один шоколад и штыков у нас не было. Ничегошеньки, вот ваши и покножили нас, как в столах. А этот, Дон Кихо, знает себе, горцует горды, как там бурмажор. Умнився ему, что ничего умнее этой атаки он и выдумать не мог. А его за эту атаку надо под трибунал. Из всех дегенералов, выпущенных на поле боя сегодня, это должно быть безголовье. Он уже себе и своему полку просто пулю в лоб пустил. Только вышла осечка. Вот и все. Вот как? Вы бы узнали его, если б бур увидели. Да мне его в жизни не забыть. Дон Кихо. Вот фотография. Этот благородный человек, патриот и герой. И я с ним обручена. Мне очень-очень жаль. Разве честно так хватит меня за нас? Да, это он, без сомнения. Дон Кихо. А что вы смеетесь? Я не смеюсь. В смысле, я не хотел. Просто как вспомнил. Летит на берегнице и воображает, что это вера к героизму. Переставьте, сука. Конечно. Разумеется. Мне правда очень жаль. А я, может быть, и не прав в пустиле. Да, наверняка я не прав. Он верно как-нибудь пронюхал, что нам привезли не те сноверы. И он твердо знал, что атака дело верное. То есть он притворщик и трус? Раньше бы вы не посмели этому сказать. Что за чепуха, милая барышка? Мне никак не заставить вас взглянуть на это дело с точки зрения профессионализма. И вам же лучше. Это как? Вы мой враг. И вы у меня в руках. Как бы я с вами поступила, будь я профессиональным солдатом. Да, вы как всегда правы, милая барышня. Мне меня оценить ваше милость. Я до смертного часа буду помнить три кремовых повадки. Вы поступили не как солдат, вы поступили как ангел. Благодарю. А теперь я поступлю как солдат. Оставаться вам здесь. Далее больше невозможно. После того, что вы наговорили про моего будущего мужа. Но я, как и быть, выгляну на балкон и посмотрю, безопасно ли могу спускаться вниз на улицу. Вниз, по друбе. Нет, я не полезу. Нет, я не могу. Вы знаете, у меня однородность и голова кружится. Когда я лезу сюда, за мной капитан, выналась смерть. Но сейчас встретиться с кругом, их однородно я не могу. Нет, нет. Я сдаюсь. Я побежден. Зовите ваших солдат. Пожалуйста, не отчаивайтесь. Какой же вы никудышный солдат. Да вы просто хлебовый, шоколадный солдатик. Хватит. Приободритесь. Спускаться вниз по кругу. И так уж страшно, как скрываться от погоня. Подумайте об этом. Нет, нет. Погоня значит смерть. И только. А смерть значит сон. Ах, только сон. Лезть вниз по друбе, это надрываться, действовать, думать. Лучше десять раз смерть. И вам так хочется спать. Я не спал и двух часов спокойно с начала войны. Я ведь в личном составе командую, вдруг вам непонятно. Я не закрывал глаза последние 36 часов. Ну, а мне-то что с вами делать? Конечно. Ну, раз я муж, я пойду. Ну, конечно, сон не сон. Усталость не усталость. А знаешь, что нам идти, идешь. Вот и к друбе слезать надо. Слышишь, шоколадный солдатик? А сон вы с вами здесь? Заскнул на мостовой, как будто булыжники пуховая передала. Прощайте. Стойте. Они вас точно убьют. Шепуха, милая барышня. Это моя работа, стоит рискнуть. Держитесь подальше. Если заметят, непременно попытайтесь. Они вас точно убьют. Куда светит вовсю? Я вас спасу. Только вы можете оставаться таким спокойным. Вы ведь хотите, чтобы я вас спасла? Хотите? Нет, просто я не хочу утверждать вас, но я совершенно не спокоен. Милая барышня. О, дойдите к окна, прошу вас. Теперь слушайте. Доверьтесь нашему гостеприимству. Вы ведь не знаете, у кого мы в доме. Я Петкова. Вы что? В смысле я принадлежу к роду Петкова, самых известнейших и богатейших фамилий нашей страны? Крепки. А-а-а. Круткий, а ты вык. Да. А, ну Петкова к самому собой. Как я мог забыть, какой же я была. Признаете, что вы никогда про нас не знали. Как вам не стыдно предваряться? Простите, я не могу думать от усталости, вы слишком резко сменили тему разговора. Не ругайте меня! А я забыла, иначе вы расплачетесь. Должна вас предупредить, что мой отец болгарин в самом высоком чине в нашей армии. Он майор! Моё? Моё? Моё! Боже, право! Собирались сюда по трубе на балкон, вы проявили крайнее невежество. Мы — единственный дом в городе с двумя людами окон. А в доме есть лестница, чтобы спускаться и подниматься с этажа на этаже. Лестница! Вот это да! Вы в самом деле живете в русском. А вы знаете, что такое библиотека? Библиотека? Комната с книгами. Так вот она у нас есть! Единственная в Болгарии. Пристоящая библиотека. Хотел бы я взглянуть. Я вот это всё вам рассказываю для того, чтобы вы поняли, что очутились не в хижине безграмотных крестьян, которые убьют вас едва замену во всех секунде. А в доме цивилизованных людей мы каждый год ездим в оперу в Бухарест. А недавно я гостила месяц в Вене. Я сразу заметил это. Я понял, что вы знаете свет. А вы смотрели оперу Эрнани? Ай, это там где Дьянова в красном плаще. Это солдатский хор. Нет, это Фауст. А, нет, значит не смотрели. А то, как вы вспомнили главную сцену. Эрнани спасается преследователем. Во время какой-то ночи находит убежище своего заклятого врага. Престарелого гастильского аристократа. Аристократ отказывается выдать орнамику следователям. Гость для него свят. Ваши сограждане усвоили эту обычку? Моя мать и я понимают эту обычку, как вы выражаетесь. Но вместо того, чтобы мне угрожать пистолетом, вы сдались бы нам и положились бы на наши гостилилисты. Да были бы в полной безопасности, как в доме родного отца. Вы уверены? Что тут? Вам не понять. Не сердитесь, милая барышня. Сами понимаете, ошибиться в таком вопросе для меня было достаточно серьезным. Отец мой! Крайне гостеприимный малый. Держит шесть гостиниц. Но при подобном раскладе я бы не поручился даже за него. А ваш отец? Он под сливницей сограждается за Родину. Я гарантирую вам вашу безопасность. Вот вам моя рука. Знак клятвы. Может, это вас убедит? Милая барышня. Но не стоит сжать мне руку. Мне тут не мешало сначала помыться. Как мило с вашей стороны. Теперь я вижу, вы благогродный человек. Теперь? Не думайте, я не удивлена. Волгары высокого положения в обществе, люди нашего круга, тоже моют руки почти каждый день. Я ценю вашу деликатность. Можете пожать мне руку. Благодарю вас, милая барышня. Наконец-то я чувствую себя в безопасности. А теперь не затруднит ли вас сообщить наши новости вашей матушке? Но я не желал благодарить от нее здесь больше, чем того позволяю. Прилично. Только вы сидите здесь совсем тихо, пока я не вернусь. Разумеется. Эй! Вы же не думаете засыпать? Слышите? Вы совсем заснули. Я? Сосну? Я просто разрушлял. Я не буду засыпать. Лучше вам постоять, пока я не вернусь. Ну конечно. Вот так и стойте. Да. Я не вернусь. Я не вернусь. И что равно... Я не вернусь. Я не вернусь. Наталья. Я вернусь. Сиди, что бы я забегу Спать, спать может помешать опасности Найти опасность 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 Даже 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 Ложиться не буду Не буду Только себя С upside everywhere С Исчез Я же его здесь оставила Здесь Видно оцеледство а Ах, мы ну, он же вырыхнет, хорошенький заяц. Сударь, сударь, сударь. Тише, мама, бедный малыш. Совсем вывод нельзя, дай ему позвать. Сударь, бедный малыш. Раина! 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 Раина Субтитры подогнали Симон. 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 Когда в Бухаресте мирное соглашение приказ о нем к мобилизации нашей армии поступил вчера. Война кончена? Пау, милый, ты позволил австрийцам принудить тебя к привилению? Милый, меня? Не спрашивали, что я мог, но мы, конечно, посредили, что вы соглашение. Не за дело нашей чести подписали соглашение о мире. О мире! О мире более дружеских взаимоотношениях, а не хотели ставить дружеские взаимоотношения, но я настоял, что еще я могу сделать? Ты мог аннексировать Сергию и сделать князя Александра императором, он в конце. Вот что сделала бы я! Ни секунды не занимает Буховая, но в таком случае мне сначала приспособить подавить всю австрийскую империю. А это помешало бы мне как можно скорее для вернуться к тебе. Я так по тебе соскучился. Ну как ты и тут жила, милая? Да. Горни немножко поваливали, как обычно. Только и всего. Потому что ты каждый день уволишь шею. Сколько раз я тебя об этом говорил. Какие глупости, Павел! Не верили в большей пиновомонтной обычаи. Это твое мытье? Верника вредно для здоровья. Оно противоестественное. Вот в целепополе. Мы видали англичане. Ну так вот каждый улыбку едва. Откарался холодный, который мерзает. Вообще вся эта зараза пошла от англичан. А не вы их на перемытии так пачкаются, что им приходится вечно мыться. Мой папа-папа! Нам в жизни не вылезло, но сейчас в 98 лет не было у болгарии человека. Сдоровеет ли его ветер. Я не против. Принять вам у нас вступление. Сдоровеет ли его профессором, кроме того, как есть? Но мы-то... Раждень! Это уже просто какая-то смешотворная кранья! Вы все еще в барбар куше, Павел! Я надеюсь, что ты достойно себя вёл с этими русскими офицентами! Вы как мог, чему в таком случае сообщить им, что у нас есть библиотека. Это да. Я договорил при этом, что у нас в библиотеку приведет электрический звонок. Я приду. Ну что еще за электрический звонок? Нажимаешь на кнопочку, купишь, что-то прятаешь, и появляется Николай. Пошел вон. Ведь можно же просто крикнуть «Никола!». Вот, вот, появится, пошел. Цивилизованные люди не зовут вслух криком. Я это выяснила, когда ты был ответ. Да ладно, я тоже говорю, что выяснил цивилизованные. Люди не развешивают ее там, где его могут увидеть гости. Так что вот это все убрала бы куда-то. Я уверена, что и святому ее не будут обращать внимания. Не везет. Ура! Никола! Никола! Это Сергей Никола! Падай вниз и кричи! Это Петеревенцы! Это чушь! Никола! Суды! 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 Одно, что ли? Да! Моё сгонано! Пробони его сюда! Слушаюсь! Суды! Падай вниз, милая, милая, бараина! Не избавить нас от него! Он у меня всю душу вынул! Все жалуются, почему мы его не потушаем в зимании? Потому что я сам только боял. Суды! Его непременно нужно повысить звание, когда он женится в равине. А потом наша страна просто обязана прилить настойчивость и заиметь хотя бы одного генерала-болгарина! Правильно! Полность кидает в паркушки целые батальоны вместо полков. Бесполезно, дорогая, Сергей, нет ни единого шанса на повышение, пока мы не удостоверяемся, что мир будет до Волгием. Майор Сергей Шаратов! Ты уже здесь! Сергей, рад тебя видеть! Сергей, Сергей, давай! Дрожачка, младушка! А если вы позволите мне вас отрезать? Тёща Сергей, тёща! Садись! Выпей! Кофе! Благодарю меня не надо! А ты выглядишь прекрасно! Великолепно! Война пошла тебе на пользу! Здесь все взмали от себя! Мы все, на затаив дыхание, следили за твоими блестящими кавалерийскими атаками! Сударная! 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 Или бы это так! Стала колыбелью и могилой моей военной карьеры! И как это делать? И вот так! Я выиграл битву! Неправильно! В то время как наши топливные русские генералы проигрывали это по всем правилам! Это нарушило их план, унизило их самолюбие! Давай, генерал-майор, с вашей головы на поле брали! В строгом соответствии, господин Матиле! А твоих полковника уже произведены в генерал! Майор-майор! Все еще хорошо! А в майорах нет! Вам не долго оставаться в майорах, Сергей! Женщины на вашей стороне! Женщины расследят, чтобы вас вознаградили! Спас внуков! Слишком поздно! Я только и ждал соглашения о мире, чтобы... Опять в отставку! В отставку! В отставку! Вы должны прошение взять назад? Я никогда не беру назад! Мои слова! Ну, подумай, что ты выходишь вот такой фортий! Всякий! Кто меня знает, но довольно обо мне и о моих делах, Как Раина? Где Раина? Раина! Здесь! Забавно, правда, девочка всегда появляется в нужный момент! Вот именно! Подслушивая! Возвратительная привычка! «Дорогой папочка!» С возвращением домой! Ой, крошка моя милая! Значит, ты уже не военный, Сергей? Да, я уже не военный. Воленщина, моя въездная госпожа, это низкое искусство — атаковать, когда ты силен, и держаться в странные обои, когда ты слаб. Вот весь секрет — военный успех. Неприятель должен оказаться вне невыгодным положением. Сделать всё для этого. И никогда, никогда не при каких обстоятельствах не смеют таковать, если шансы обеих сторон, а вы не так и военные! Они первыми бросились в бегство и не дали нам отпора, как бы там ни была война. Такое же ремесло, как и всякое другое. Вот именно! А я не мечтаю успеть в роли ремесленника. Вот именно! Ну, я и последовал совету того шельма капитана, который договаривался с нами об обмене пленным, и, в первую очередь, не связался с военным миром. Это швейцарец-то? Сергей! Я вот всё думаю об этом обмене. Швейцарец надул таки нас с лошадями так. Ну, конечно, надул! Потому что швейцарца... Отец держит гостиницу с конюшкой! Швейцарец научился разбираться в лошадях раньше, чем ходить. Вот! Тот швейцарец настоящий военный! До кончиков ногтей военный! Если бы мне хватило ума, например, накупить лошадей для своего полка, вместо того, чтобы по глупости подвергать его опасности, вот тогда я бы, наверное, уже давно был... Фектбаршелый! Швейцарец! А как он оказался в сербском ремесленнице? Добровольцем, конечно, хотел попрактиковаться в ремесленнице. Да, если бы все эти иностранцы нас не научили, если бы даже войны не сумели бы начать, ведь мы же не смыслили ничего в военном мире! И с сербами тоже ничего не смыслили! Да, Господи, если бы не иностранцы, войны бы не было! В Северской армии много швейцарских офицеров? Нет, я в Северской армии. Ну, как у нас все офицеры русские, мне попался один единственный швейцарец. Вот, вот эту самую жизнь больше швейцарцу не поверит. Он облакошил нас! У балка выдать ему пятьдесят, а он ее взборжал в пленных обменах над вести! Прогреты к умоданных клячь! И на мясо не пустит! Этот профессиональный военный провел нас с вами, как детей майор, как невинных маленьких детей! А как он выглядел? Что за глупый вопрос? Он выглядел, как ханево и жор! В форме! Он жор! От макушки до сапог! Оземлять! Расскажи-ка, берите ту историю, в которой нас у нас приятно поселить царство! Ну, о том, как швейцарцу удалось спастись после битвы под Северской армии, но помнишь? Ольга! Какие мы спрятали! Две болгарки! Водан! История! Вполне романтическая! Наш швейцарец служил в той самой батарее, на которую я так непрофессионал. Я пошел в воданку. Тут, как Заправский в одежду, он бросился на утек, так и все его с товарищами. Наши творения за ним! Чтобы спастись от повышенного внимания наших солдат, ему хватило вкуса укрыться в спальне одной юной бары. Истинной болгарской патриотки! Молодая дева была вполне очарована его настойчивостью и повадками. Комилая Жора, она крайне скромно развлекала его час-другой. Затем позвала свою маму. Ха-ха-ха! 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 Старушка! Ха-ха-ха! Кто же прониклась в гость утром? Нам придется отправиться в воскресенье, облаченный в старый домашний закет хозяина, который был на кучке на фронте! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Жизнь в военном лагере огрубила вас, Сергей. Я никогда бы не могла подумать, что вы способны повторить в моем присутствии подобную стойку. Раина, права! Но если такие женщины не существуют, потрудитесь, нам о них не расставь! Ха-ха-ха! Вот еще что-то на вас нашло! Нет, Ябков, я был неправ! Я прошу прощения, я ужасно права! Простите меня, Раина! Простите меня, Раина! Последние несколько месяцев мне добилось повидать проявление! Миссис, старый хизни! Я стал циничным! Но я не должен превратить свой цивилинг сюда! Сюда! Где облетаете вы? Э-э-э-э-э! Э-э-э-э! Чушь, Сергей! Хватит уже извиняться полный стук! Ночь военного! Не должно коробить случайное крепкое солнце! Идем со мной, потом заняться делом! Надо наконец-то решить! Как? Как? Наши? Ты? Ну как? Ну как? Да! Да! Ну как обратно! Три! Бог мой! Что-то вывели по дороге высоты, дорогих совсем нет! Урожай! Идем со мной! Милый! Милый! Ну вот шоке-шоке! Ты 5 минут не можешь прожить без Сержа! Ну... Ну... Раеночка даже не успела на него взглянуть! Может быть я помогу Сержу? Своими полками! Ох! Не может пожать-то никак невозможно! Вы немножко... Попомойтесь здесь, дорогой Серж! Нет никакой Сержи! Мне нужно скальпать парусство! Пойдем, милый! Я покажу тебе! Электрическое! Слава! Да! Не смей! Не смей! Ура! Не смей! Ура! 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 А я осталась дома, одна, в бездействии мечтающая, и ничего не сделала, чтобы доказать. Я достойна любого мужчины. Любимая, все мои подвиги твои. Ты вдохновил меня. Всю войну я чувствовал себя рыцарем натруднения, знающим, что на него смотрит его прекрасная дама. Ты ни на секунду не покидал моих мыслей, Сергей. Я верю, что нам с тобой удалось обрести высшую любовь. Знаешь, когда я думаю о тебе, я чувствую, что я не способна на дурной поступок, низкую мысль. О, моя повелительница, моя святая. Мой повелитель, мой бог. Позволь мне боготворить тебя, любимая. Ты не можешь знать, что даже самым лучшим мужчином в мире не достоин чистый день членов. Я верю тебе. Я люблю тебя. Ты никогда не разочерпажет, мой сын Гей. Не могу притворяться при ней безразличный. Сердце мое переполнено. Я пойду возьму шляпку, и мы погуляем с тобой до обеда. Ты не против? Торопись. Тебя не будет пять минут, а они мне покажутся пятью часами. Лука, ты знаешь, что такое высшая любовь? Нет. Это крайне удовительная штука. И тяжело соответствовать. Требуется передышка. Хочете кофе, суды? Благодарю тебя, выкрыт. Ого, суды? У меня и быстрых не было. Я вас не узнаю. Да я сам себя не узнаю. Что сказал бы Сергей, герой битвы под свиньей? Сын, убить он меня сейчас. Что сказал бы Сергей, оплотвыщий, убить он меня сейчас. Что сказали бы полдюжины других Сергеев, которые трудили управлять мою лимпозантную персоной, застанем ли нас с тобой здесь? Лука, ты находишь мою лимпозантную? Пустите сюда, они меня уволят. Вы допустите у меня или нет? Нет. Ну, тогда давайте хотя бы отойдем туда, где нас не передвинули из дома. Если совсем соображения нет. Вот это разумно. Вы наверняка видели из дома. Парышня Раина, как пить дает за вами шпилу. Подвигись, Лука. Я так не больше преданю высшую любовь, но никогда не смею скомплять это чувство. Судья, у меня... Я не хотела, поверьте. Я могу теперь продолжить работу? Какая маленькая, соблазнительная, мачкалунка. Вот если бы ты меня любишь, то бы шпилу. Вы себе сами говорите, что у вас живет полдюжины господа. Я бы со всеми вами не увидела. Красавица, да еще и луница. Не нужны мне ваши поцелуи. Вы, господа, все одинаковые. Вы крутите любовь со мной, тайком от барышни Раины. Она же отвечает вам тем же. Лука. И все потому, что вам обои плевают друг на друга. Если ты хочешь продолжать нашу беседу, то есть если бы помнить, что благородный человек ни при каких обстоятельствах не считает должным, он обсуждает поведение его невесты с ее корнишной. Я уже запуталась, что благородный человек считает допустимым. После того, как вы поцеловать меня пытались, я подумала, что он уже не такой принципиальный. Чертонка. Чертонка. Сдается мне, что один из вас, шестнерых, очень похож на меня. Всего-навсего корнишная пары Раины. Кто же из нас шестин настоящий? Этот-то вопрос меняек может. Один. Герой. Другой шут. Третий. Самозванец. Четвертый, походу. Шут-шут, подъезд. Третий. Я не могил. Трус. Ревнивый, как все трусы. Лука. Да. Кто мой соперник? А вот этого вам у меня нипочем не дознаться, ни кнутому упрямь. Почему? Не знаю почему, вы скажете, что я все вам разболтала и меня уволят. Никогда, клянусь честью. Честью у человека, который был сюда так, ну вот как я беру сюда последние пять минут. Что он? Не знаю. Я не видела, только услышала его голос. Заверили ее спать. Братя, да как ты это смеешь? У меня и выслика черной волосой. Гозяйка все знала, но вот что я вам обещаю. Ох, если этот человек к нам вернется, барышня Раина выйдет замуж за него. Замочет он этого или нет. Потому что я-то знаю разницу между придворством, как у вас, барышня, и настоящей любовью. А теперь послушай ко мне! А теперь послушай ко мне! Больте! Мне больно! Не важно, ты замарала мою честь, ты сделала меня соучастником твоими за четверть. Ах! 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 Я принесла вам так. Ах! 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 Только вот вы-то сделаны из того же самого, а что-то не ее, так она лгунья. Все ее красивые слова, фальшивка, я стою шести таких, как она. Я стою шести таких, как она. Лука! Благородный человек, ни при каких обстоятельствах не должен причинять боль женщине. Прошу простить меня. Такие извинения устроили бы госпожу. Какой из них прок служа? Да, тебе заплатите за ущак. Нет, я хочу, чтобы не заглазили вообще. Какие волосы? Никогда! Я готова! В чем дело? Ты плиртовался лукой. Да как я смогу подвинуть? Пошла, пошла. Простите меня, милый. Я просто пошутила. Я сегодня так счастлива. Девцы мои, мне очень жаль разлучать вас. Павел никак не может разобраться со своими двумя полками. А любые мои предложения принимают в штыки. Сергей, пойдите. Помогите им. Он в библиотеке. Но мы собирались на прогулку? Ну, ничего. Я не надолго. Всего пять минут. Я не надолго. Я не надолго. Я не надолго. Я не надолго. �, ох, собра. Стихоксик Македонитор Скажи мне правду, долго он находился в твоей спальне, прежде чем ты позвала меня? А я не помню! А как ты можешь не помнить? Скажи мне, Раина, он неправду забрал коктилец, когда солдаты ушли от нас? Или же он был в твоей спальне, когда адвесцент пришел с обыска? Нет! Нет! Да! Да он, наверное, уже был у меня в спальне, наверное. Раина, Раина, ты когда-нибудь научишься мне, брат? Если Сергей узнает правду, то вашим отношениям конец. Ах, да, папа, Сергей, твой любимчик. Знаешь, мне иногда кажется, лучше бы тебе выйти за него замуж, а не мне. Ты бы ему отлично подошла. Ты бы его и ласкала, и баламала, и вообще сделала бы из него совершенство своей материнской любовью. Нет, ну, надо же, меня всегда время тянет сделать или сказать что-нибудь ужасное, чтобы его такого правильного потрясти, чтобы он осуществлял от того, как я себя неприлично веду. Да мне все равно, узнает он про моего шоколадного солдатика или нет, хоть бы Ютина. Скажи мне лучше, как я всю эту песню твоему отцу. Ой, ты мяшка, отец. Можно подумать, от него здесь что-нибудь зависит. Раина, будь ты лет на десять, помладшая. Что еще? К вам, посетитель и госпожа, благородный господин, сербский офицер. Ой, серб? Как он посмел. Да, я за пальцем. У нас же теперь мир. Они же теперь будут каждый день наносить визиты в бедер. Человечески. Здесь офицер положил хозяева на свою родственную библиотеку. Чем ко мне пришла? Он спрашивает вас, госпожа. Каждый день, злой вашего имени, спросил хозяева. И вот, переду записочей. И там, плючный, фамилия немецкая. Шрицарская, скорее, госпожа. Шрицарская? О, как он? С большой коврой, сунька. О, небо. Он пришел вернуть в цветятку. Пишли, брат. Скажи никого не дома. Сусть оставит свой ад. Я напишу. Стоп. Да, госпожа. Да, госпожа. Погоди. Хозяин и моё старом их сидят в гриботеке. А, госпожа? Немедленно! Проводи посетителя сюда. Пусть и вы следите на любви, а не расстусоливай. Стой! Да, госпожа? Дай сюда. Оставь здесь. Ступай. Слушайте, госпожа. Лука! Да, госпожа? Уйти ему придётся через стол. А, госпожа? Скажи Николе, чтобы немедленно принёс сюда сумку капитана Блюнчик. Да не забудь. Подоробись. Сумку? Да, сумку. Да не забудь. Сумку сюда. Можи, моножи, моножи. Быть таким идиотом. Пошёл мне время для визита. Нечего сказать. Капитан Блюнчик! Капитан Блюнчик! Я очень рада видеть вас, но вы должны немедленно покрыть этот дом. Дело в том, что мой муж только что вернулся с вами домой вместе с моим будущим зятем. Оба они ничего не знают. Если они узнают, последствия будут ужасные. Вы иностранец вам не понять нашу национальную вражду. Мы по-прежнему не надеемся вам. У этого мира один результат. Муж мой чувствует себя львом, который романом лишили добычи. Узнаю нашу правду, и как дай меня не прости. Жизнь вашей дочери окажется в опасности. А заклинаю вас, как благородный офицер и человек, покиньте этот дом незамедлительно. А кому ж мой не застал вас здесь? Незамедлительно, милостивая госпожа. Я явился лишь поблагодарить вас вернуть жакет, который вы мне одолжили. Позвольте мне только, уходя, вынуть жакет из сумки и отдать его вашему услуге. И мне не придется вам более докучать. Даже не думайте, уходить через дом. Это самый короткий путь тысячам года русских. Рада была помочь. Прощайте. Но моя сумка... А мы вам ее пришьем в гостях. Мой адрес. Конечно, вы позволите. Мой адрес. 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 Дорогой капитан Бунчи! Ох ты, го! А где? Безпуга сдуру направила вас сюда, думали, а здесь они в библиотеке. Я вас с балкончика увидал. Ну, чего не заходят в дом? Со мной тут... сарама! Вы... Ох ты! Добро пожаловать, старший дорогой враг! Да не надо же, слава Бунчи! Так как вы здесь с дружественными визитами покинули? Конечно, с дружественными! Я как раз уговаривала капитана Блёвченко задержаться к обеду, но он ответил, что, увы, увы, должен ли заведлитель в нас покинуть. Это исключено больше! Потому что вы нам необходимы! Нам надо переправить три клоевицких полка... Филипопы! А мы не имеем непонятного понятия, как осуществить это на практике! Филипопы! Филипопы! Проблемы, вероятно, в фураже? Филипопы! Вот он сразу понял, в чём как debitка! Думаю, эту проблему Я вам помогу решить... Бесценный человек! Филипопы! Филипопы! Милочка, разве ты не видишь, у нас гость, капитан Плюшки Ильи, один из наших новых друзей Сема? Какая же я глупая! Сделала сегодня прихорошенькое украшение для моего мороженого. А этот дуралей Никола взял да и поставил на него только что груду тарелок и все испортил. Надеюсь, вы не подумали, что это вы, мой шоколадный солдатик, капитан Пулучик. Право же подумал. После вашего объяснения мне полегчало. А с каких это пор, скажи нам, милость, ты принялась встряхнуть? А с тех пор, как ты ушел на войну, это деловое кофе. Да, а Никола с тех же самых пор принялся пить. Раньше он служил вполне аккуратно, А потом сначала провожает капитана Пулучили сюда. Это как раз, кто знает, что я из библиотеки. А потом идет на кухню и ломает шоколадное украшение вашей краи. Неужели не холодно? Никола! Ты что? Спиратию? Скуда ты зачем сюда принес? А я это приказала сударь? Мне он только сказала. Я сказала! Как это? Чего это мне приказано приносить тебя в сумку капитана Пулучили? Ха-ха-ха! Присоображаешь, не была. Прошу простить меня, сударь. Я виноват, госпожа. Надеюсь на вашу милостивость. Иди. Иди. И посадь еще и сумку на мороженое, барышни наиры. Иди. 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 У вас же он вверх гранился, погреб был в отне, и степен, я ему в снег, и за субботу поверю, совершай этот стек! Но стой и стены поставь, ну, о-о-о-о! Наверное, я не ступала, потому что только свои не вернутся, но я ещё сделаю одно украшение. Так... ну, 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 ну... Ну, впрочем, ерунда. А вы, Мунти... Забудьте летний пункт, вам надо меня не взять, вы же прекрасно знаете, ни в какую свою Швейцарию вы покойно умерете, вот и вы живёте на съездов у нас! Соглашайтесь, капитан Булыч. Так, Ангелина, он у тебя боится, уговори его остаться. Конечно, я буду в восторге, если капитан Булыч пожелает остаться, ему известно, как я это попрошу. Я в вашем распоряжении, судары. Решено, вот и замечательно. Видите, вам придётся остаться. Придётся. Так придётся. ПЕСНЯ 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 Спасибо. 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 Ну, чем я могу вам помочь? Лучше. Вполне уверен. Благодарю вас. Мы с Сарановым справимся. Да уж, мы справимся. Он соображает, что им нужно приказать. Видишь? Текст приказа. А я подписываю. Вот вам мое разделение труда. Еще приказ. Благодарю. Вот он прямой глубочий к мечу. Чем к беру? Я крайне нужна тебе баблончика. И что вы позволяете нам, как вас эксплуатирует? Ведь, ну, вы совершенно уверены, что я ничего не могу сделать. Ты, ну, можешь перестать их отвлекать? А? Эй, ты права. Любовь моя, как всегда. И права. Ты, Катерина? Она никогда не была в походе? Так и тебе не понять. Эй, как нам приятно не сидеть. Так. После плотного обеда никогда не спешить. Знай, отдыхай. Так. Вот не хватает одной только малости, чтобы я чувствовал себя совершенно расслаблено. Какой малости, Павел? Эй. 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 Я чувствую себя, как на параде, а не как дома. Павел? Эй. 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 Ты не любишь, как звонок! Катерина, если ты думаешь, что твое женское упрямство может превратить в жакет два старых халатера Равины, твой вещевик и мой плащ, выверяй меня, ты ощупаешься, а больше ничего! Николай, ступай и перенеси старый жакет хозяина из синего шкафа. Он такой-то с празументами, который она обычно носит дома. Катерина, спорю, на любое украшение закажешь из сакии, что захочешь. На недельные деньги на хозяйство. Что же, жакета? Шкафу? Нет? Идем! Господа! Ну, наконец-то есть! повод подразмельчится! Вы готовы к старике? Получили? Дай вам шесть! Я буду несколько награбить вас, господин майор. Госпожа Екатерина, не сомненна, а вы... Браво же, царец! Майор! Ставлю своего лучшего скакуна! А вы, если проиграете, купите Раине арабскую кобылу, что никого отойдет в семью скаку вашей! Лучший скакун! Что за глупый ты, Павла? Арабская кобыла обойдет мне в пятьдесят тысяч лет! Знаешь, мама, если ты с этого спора получишь украшение, я не понимаю, почему тебе жалко для меня арабской мышатке! Николай! Ты нависит старшеки, хозяина? В синем шкафу, госпожа! В синем шкафу, госпожа! Жакетом шкафу не отдала! Как видно, возраст берет свое! Начинается, берется, надо! Николай! Помоги-ка мне переодеться! Извините меня, блучий! Сергей, за месяц уставай я так и не подпорю, так и придется тебе самому дарить! Раине арабской коблейку! Раз уж ты разобрал девушку, верно, Раина? Красиво! Голова глубокая. Раина ничего не потеряется. И на этом спорим. Ей же лучше. Мне боюсь. Ешь, чтобы меня не делался. Ох! Ох! Теперь! Наконец-то я! Дома! Это последний приказ. Как? Уже закончили? Да? Мы закончили. А я... Я... Ничего не должен. Необязательно. Его подписи хватит. Разради меня гром. Славно бы сегодня потрубились. Могу я еще что-нибудь сделать? Вы бы, майор, побеседовали с двумя местами, которые привезут приказы? Отправляйте приказами негативно. Покажите верстовым, что на каждом из приказов я поставил время, когда его необходимо доставить. Пригрозите им, что стоит им залежаться в дороге, выпить или пополнять, стоит им опоздать на пять минут, и вы шкуру с них спустите. Я так и скажу. Могу вам? Да? Вы бы последили, чтобы вон их следует и пугнет. Ваша правда, блудший. Ваша правда. Я прослежу. Ветер. 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 Иistic. Ветер. Ад cameras. Ветер. Адель. Адель. Что за армия? Пушки делают из вишневого дерева. Эти цены, чтобы дисциплинировать подчиненных просят помощь у своей джона. Вы сейчас выглядите гораздо лучше, чем при прошлой нашей встрече. Как вы его добились? Вынулся, вечер сался, поспал как сели, позавтракал, только не всего. Вы бесправдно прибрались к своим тем утрам? Без благодари. Они не разозлились на вас, чтобы дали дёру, а таковали и все-таки? Нет, они порадовались. Они сами тоже дали дёру. Им наверняка по вкусу пришлась ваша прелестная история обо мне и моей спальне. История прекрасна, но я рассказал её только одному человеку, близкому отцу. На чьё молчание вы в сердце можете положиться? Да-да-да, целиком и полностью. Я всё разболтал моему отцу и Сергею, когда вернее его исполняли. Нет, вы же шутки. Не шучу. Единственное, чего они не знают, это, что вы скрывались именно в нашем доме. Если Сергей узнает, он вызовет бать на дуре и уйдёт. Ой, Господи, ты, Боже мой. Не говорите ему. Он и всё. Он очень серьёзный, как и так лучше. Неужели вы не понимаете, как мне больно обманывать Сергея? Я желаю обычный любовь, самим совершенством, без нитости, без пошлости, без обмана. Отношения с Сергеем поистине прекрасная и благородная часть моей жизни. Надеюсь, вы это способны осознать. В смысле, вы бы не хотели, чтобы Сергей узнал, что история про украшение для мороженого, и это всего лишь... Ну, вы меня поняли. Не говорите об этом так легковесно. Я знаю, я солгала. Но я солгала, дабы спасти вашу жизнь. Он убил бы вас. Именно поэтому я второй раз в жизни в Краизне сломил правду. А вы помните первый раз? Я? Нет. Я что, был при этом? Были? Я солгала офицеру, искавшему вас, чтобы вас здесь не было. А-а-а-а, это правда, я должен вас вспомнить. Неудивительно, что мы забыли об этом. Там и в этом случае не стоило ничего. Мне же он стоил. Лжи! Лжи! Милая барышня, не переживайте вы так. Вы помните? Я солгала. А что солдату приходится делать так часто, что он перестает передавать этому какое-либо значение? Слушать вранье. И спасать свою жизнь в самых разных обстоятельствах. При помощи самых разных людей. И так этот солдат теряет всякую способность к верности и благодарности. Если вы не способны к благодарности, вы не способны ни на одно благородное чувство. Даже животных свойственна благодарность. Так вот, значит, какого права мне мнения? Вы не изумеется, слышав, как я пугу. Вы верно считаете, что я пугу. Каждый день, каждый час. Так вот, как мужчины думают о женщинах. На все есть причинах. Вы все и видели, что солгали всего два раза в жизни. Не маловато ли, милая барышня? Я сам человек прямой, но двух раз солгать мне не хватит, а на одно утро. Вы слышали, как воскорбляетесь? А что вы можете делать, когда вы попадаете в благородство и вещаете свинящим голосом, как сейчас? Когда вам не есть. Я не восхищаюсь, но нахожу решительно невозможно поверить хоть одному вашему слову. Вы понимаете, что вы только что сказали? Вы осознаете, что вы только что сказали. Я-то понимаю. Я. Я. Как вам удалось меня раскусить? Это инстинкт. Инстинкт и знание жизни. Вы первая мужчина, кто не воспринимает меня всерьез. Вы хотите сказать, что я первый мужчина, который воспринял вас вполне серьезно? Да, видимо, именно это я и хочу сказать. Ой, это так странно, когда с тобой вот так разговаривают. В смысле? Ну, я ведь всегда так себя вела. Вмодала в благородство и вещакла звонким голосом. Я ведь с самого детства так разговариваю со своей няней, и она мне верила. Я так разговариваю со своими родителями, и они верят. Я так разговариваю с Сергеем, и он верит. Ну, Сергей сам не успел в этом жанре. Вы так считаете? Ну, вы его знаете лучше, чем я. Неужели, неужели он тоже? Если бы я знала бы... Вот, когда вы вывели меня на чистую воду, вы бедные меня презираете. Нет, нет, нет. Совсем нет. Милая барышня, тысячу раз нет. Это часть вашего очарования, часть вашей юности. Я такой же простак, как и все остальные, как ваши няня, ваши родители, Сергей. Я околдован вами. Это правда? Положа руку на сердце? Правда. Истинное правда. А вы не стали думать обо мне хуже, получив мой портрет. Ваш портрет? Вы не давали мне ваш портрет. Как? Вы его не нашли? Нет. Когда вы мне поставили ваш портрет? Я вам его не посылала. Я положила ему карман-жакетом. А-а-а! Так я его не заметил. Он, должно быть, так лежит в кармане. В кармане? Да. То есть мой отец однокурсит его, стоит ему запустить руку в карман? Разве можно быть таким голубцом? Ну, неважно, это всего лишь фотография. Откуда вашему отцу узнать, кому предназначался портрет? Скажите майору, что он сам его туда засунул. Тоже мне умник! Боже мой, что же мне делать? А-а-а! Понятно. Написали портрет. А-а-а-а! 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 Краинный разум, я еще не буду. Все ради вас! Ради человека, которому наплевать, который смеется надо мной! Вы уверены, что жакет никто не трогал? Я не могу этого знать точно. Видите ли, я не мог таскать жакет везде с собой. Военным запрещением он пройдет с собой, что покажет. И куда же вы его дели? Прибыв в перевод, я побескал для жакета вполне надежное место. Сперва я подумал о камере хранения на вокзале. Но в наше время камеры хранения на вокзалах при военном действии грабят в первую очередь. Поэтому я жакет заложу. ЗАЛОЖИЛ! Да, знаю, стучит мне аппетит. По-моему, партышу жакету нет, понял, красава. Правда, одному богу известно, вы вернули на старчик роман или нет. У вас низкий пум, у ламочника. Вам приходят в голову вещи, о которых человек благородный и не подумал бы. Это ж и царский национальный характер. Как бы я хотела никогда с вами не встречаться. Прошу меня извинить, я не получал корреспонденцию последней две недели. С тех пор накопился. О, четыре телеграммы получены с неделю как. О, плохие вещи. Плохие вещи? Мой отец умер. Мне так жаль. Да. К нему придется в течение часа выходить домой. Отец составил после себя отель. Им нужен присмотр. А утром веселое послание от семейного поверенного. Боже, милосердный. Семьдесят. Двести. Четыреста. Четырех тысячи. Девять тысяч шестьсот. Что я буду совсем это делать? Девять тысяч шестьсот. А, отелей? А, отелей, чепуха, глупости, если бы вы знали. Извините меня, я вынужден отдать денщику распоряжение об отъезде. Высердечный он этот швейцарец. Хоть и любит сербов. Не больно-то он горюй безо смерти бедного своего покойного. Горю я. Как может гребать человек, который только и делал, что убивал всю свою жизнь других людей? Ему все равно. Любому солдату все равно. Но и Оргаранов тоже был на войне. А в бессердечности его не упыть. Я весь день пытаюсь получить минутку с собой на едине. Девочка, ты моя. Дедка, кто же так рукава носит? Скажешь, ношу рукава я. Оно и видно. Вот увидит тебя хозяйка, будет тебе на ней. Это ее дело меня очистить, а не твое. Брось, не ржись, у меня для тебя хорошие новости. Видишь? Банкнота в 20 лев. Ее дал веселье из чистого позерства. У дурака деньги не замерзывают. А вот еще банкнота здесь лев. Ее дал лишь пить Саец. За то, что я подтвердил сказки госпожи и барышни Раины про него. Вот кто-то дурак. Так это же пить Саец. Слышала бы ты, как старуха Катерина Лебедила перед Аноглицкой. Не смотри, говорит, что майор немного вспыч. Уж нам ли не знать, какой ты у нас добрый слога. Да после того, как пристрелил мне лжецок и волоком перед всеми господами. А ничего. Двадцатку мы положим к нашим сближениям. Двадцатку на десятку на десятку на десятку на десятку тратить. А что хочешь? Только потрудись быть со мной поластой, чтобы я вспомнил, что я человек. Я время, 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 время. Человек, ты продаешься за тридцать левов и хочешь купить меня за десять? Остать деньги себе. Ты рожден под слугой, я нет. Даже открыв свой распорекрасный магазинчик, ты из луки этих господь превратишься в слугу всех и каждого. Да, только срож. Видишь, вечерами мы будем сами сидеть, господа. И помяни мое слово, в своем доме хозяином буду я. В моем доме тебе хозяином не бывать. Вот. Чисто любит тебе с избытком уха. Только помни, буду приваривать к тебе счастье, ты не замучил. Что женщине себе сделал я. Я. А кто же еще? Кто отучил себя вплетать в волосы на тапки с ваших кудрей и размалывать губы и щеки, как размалывает каждая болгарская девушка? Я отучил. Как-то он должен у тебя стричь, но к тянуть руки. Вообще следить за собой, как все высокородные русские госпожи. Я, но он ухудшал. Я. Я часто думаю, не стою тебя на пути, Раина. И будь ты, черток умнее, Сергей, честок поглубее, ты не могла стать одной из самых почтенных выкупательниц. Вместо того, чтобы стать всего-навсего моей женой, не вводить меня в расходы. Так это ты первым почтенешь своей сынокной. А мне души. А ты не души. Ты не души. Оставь в покое. И теперь послушай моего совета. Хочешь стать настоящей господой? Веди себя со мной, как госпожа. А ты огрызайся и дерзишь. А дерзость родит умильярность. Это значит, я тебе не безразличен. Прекрати строить со мной себя королеву. Ты, как любая деревенщина, внишь, что призыв высокого положения это обращаться со судьбою, как я обращаюсь с мальчишкой из конюшки. И это все твоя необразованность. Нечего ей кичиться. Не лезь без разбора на разгон. Веди себя так, как будто ты не сомневаешься, что все будет по-твоему. А не как-то, так-то, так-то ты будешь ждать, чтобы тобой все здесь помыкали. И я! Чтобы стать настоящей госпожой, как хочешь, чтобы стать настоящей судьбой. Нужно знать всегда свое место. Вот в чем секрет. Если судьбой зубаводь еще от тебя, я не забуду свое место. Подгумывай в этом, девочка моя. Я тебя не подведу. Присуплю, присуплю, тебе поможет. Как она вести себя так, как мне нравится? Ты, соль, милый, покровник. Привудрец. Все, отважно меня ввести. Как вам просто лучше журоку обманутать, не понимаешь? Надеюсь, я не лишаю вам за помощь. Что вы, что вы, добрый господин, спасибо на добром слове. Я тут начитываю эту глупышку, любую свободную минуту бежит в гиблиотеку, на книгу заглядывается, ну что ты будешь делать? Ну, нахваталась разного, издала, журры, ваши господа. Прибери, стол, майона, лука. Да, без публики, сенято остался. Боевик? Боевик. Тут с вами все пройдет. Да, я с вами все пройдет. Уверена? Слушайте, не шутите со мной. Официально не перестала, что все замешало. Нет, вы не шутите. А-а-а! Не шутите. Вы раскаиваетесь? Не так и раскаиваетесь. Но доверяется, что мужчина может так сильно отличаться от женщины. Скажите, вы смелый человек. Да. Вы что, смелый человек? Ты первым выстрелил сердце у меня запрыганный, как у женщины. Но... Но в атаке... В атаке я понял, что я... Смелый человек. Я смелый, смелый. Ты все-таки помни правду. А что, в атаке сыновья бедняков вот как мой отец проявили лучше смелости, чем вы погачивали у вас? Ничего ты имеешь же! Они... Влюбились, черт и хады, себя рвали как герои. Ха! Смелость за меня, что убивать недорого стоит. Был у меня английский бультерьер. Вот у него такого рода смелости было, как у всей болгарской, на свои вместе взят. Дыка по всей русской, за болгарскими спинами. Обид себя комиху. Пес позволял. Вот так и любой солдат. Нет, лунка. Бедняки режут врагом блоки отменно. Но! Каждый из них боится своего офицера. Бедняки молча сносят удары, оскорбления. Они стоят! И смотрят! Как их товарищи секут, как мальчиши. Тогда лунка не помогает, и все чисто перехажут. Что же до офицеров? Но вот я, офицер! Покажите мне такого человека, который ценой собственной жизни бросит вызов любой власти на земле и на небе, если это власть противоречит его воле и совести. Только такой человек по-настоящему смел. Слова говорят ничего не стоит. Мне кажется, мужчины никогда не взрослеют. Они всю жизнь носятся со своими мальчишескими мечтами. Вам не донем, что такое настоящая смелость. Вот как! Горю! Желаю узнать. Возите вот меня. Много у меня спривов, которые я должна прибрать для вас, окуши. Ну и сниси. Уноси и переноси. Возьму, что-то оскорбите меня, если вас не унижать, что все за вас это делает другое человеческое существо. Но будь я в самой русской императрице, будь я важнее всем владыкам мира. Тогда, пусть послушать вас мне не удалось бы, блеснили смелость. Тогда бы я вам доказала. Тогда бы я вам доказала. Что бы вы сделали тогда, ваше императрице и величество? Я бы вышла замуж за того, кого люблю. На это ни у одной другой правительницы по всей Европе не хватает смелости. Если бы я любила вас, будь вы так же ниже меня по рождению, как я ниже вас, я бы осмелилась стать равной к неравной мне. Осмелитесь ли вы на то же самое любви у меня? Нет. Если бы вы ощутили зачаток любви ко мне, вы бы не позволили этому семени прорасти. Вы не осмелитесь. Вы женитесь на дучей богача, потому что боюсь, что вас скажут на любви. Должь! Ты мне с вами сразу не должешь! И если бы я любил тебя, будь я хоть самим царем, я бы садил, бы тебя на открылом рядом с собой. Ты же знаешь, что я люблю другую. Она вышивается настолько, насколько небеса выше земли. ты просто вернуешь меня к ней. Привновать вас к ней мне нечего. Она теперь никогда за вас не будет. Человек, о котором я говорила вернуться, она будет замуж за швейцарцей. За швейцарцей? А он стоит десять и рыб, таких как вы. И вот тогда вы вернетесь к нам. И я вас отвергну. Вы недостаточно хороши для меня. Я уйду швейцарцей. С тобой сделаю все, что захочу. Скорее, швейцарец убьет вас. Он победил вас по любви, победит инополе бога. Ты думаешь, что она чья самая низкая мысль неизмерима выше твоих богих помыслов, что она способна вектора из других из моей свиноды? Как думаете? Ага! Поверю лучшему царству, что я сейчас у вас проклятие. Проклятие! 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 Судьба! Назвекайте подо мной. Думай обоих. Делай другое. Друг, судья, злупец. Убить себя! Мой мужчина! Убить Смешаться лицом на руках? Помни, ты надвижишь меня. Ну, зачем? Чтобы оскорбить меня? Задим, что ты любишь меня, что я только что держал тебя в объятии. Быть может! Захочу обнять вновь. Оскорбительно ли это, я не знаю. Впрочем, думай, как знаешь, но я не хочу быть трусом и развратником, если я решу любить тебя, то я решу сей жениться на тебя, несмотря на всю Болгарию. Если эти руки дотронутся до тебя больше, то они прикоснутся с твоей нареченой невесте. Посмотрим, хватит ли у вас духа. Ну, поторопитесь, долго ждать, я не стану. Правда, посмотри, а ты, подожди, что ли, с куфрономия будет угорной. Делительная, интересная, молодая женщина. Капитан Буншин, вы обманули меня, вы мой соперник. Сегодня в 6 часов вечера я буду ждать вас на пустыре в лесу с голодра. Один. Комбик своей саплей. Подевайте, вы меня. Благодарю вас. Вызов истинного кавалериста. Но я служу в артиллерии, и туда же я за мной. Если я это все прихвачу с собой, пулемет. Раз, ошибки, подводы, не вы. Оберегите, сулок! У нас в Болгарии мне шучат вызовами на бать. Пол, пол, пол. Хватит. Ни слова о Болгарии. Хватит меня. Вы же понятия не имеете, что такое дуэрит. Ну, так и дитя, будь по-вашему, приносите вашу саплю. Я принимаю ваш выхлоп. Хорошо сказано. Сыноварец! Отдолжить вам моего лучшего коня. Нет, к черту вашего коня. Тем не менее, выгнаю вас дорогой друг. Я буду даться сзади пеший. Садиться на тяня мне слишком опасно. Я хочу попытаться не уйти. Я слышу, что сказал капитан Блуччин. Вы собираетесь драться? Почему Сергей? Из-за чего? Не знаю. Он не сказал. Лучше не вмешивайтесь, милая барышня. Беды не случится, я долгое время был инструктором пофиртовал. Я не поклонился, а я не причину ему, ребят. Это сэкономит нам объяснение, за то, как я отбываю датом. Вы меня больше никогда не, никогда не услышите обо мне. А с ним вы вскоре помиритесь и будете жить долго и счастливо. Но я не говорила, что я хочу вас снова увидеть. Ха! Ну вот и признание. Что ты этим хочешь сказать? Ты любишь этого мужчину? Сергей! Что за чепуха? Я не такие милости мне не наслаждался. Товарищи даже не зная, волос, я не жена. Вы? Как? Вот! Маркин, обломанно, анрицально бесполезны. Вы насладились приглядеть и войти в них в спальню. Вон, 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 я убью вас! Да! Это так, дубина! Я в шоке в спальню! Представьте революб, конгу! За мной, что капитан, далось ваше говорение. Я... Вы, чтобы и москвист стоило в ней пить. Это правда. Да как вы смените! Как вы смените! Молите ее о прощении! Не сменяйте! Нет! Вот это шесть вашего так называемого друга, капитан Глунчак! Это он распускает в меня свои сплетни обо мне! Уже нет, он погиб, сгорел заживо. Сгорел заживо? Да! Вот, Штольц! Сгорел на лесопилке, ТЧК, ранен бедро, ТЧК, не смог выбраться, ТЧК. Смены ваших молодцов! Подожди, лес мой приезд и сгорел, а заодно еще с ним тужило наших. Ужасно! И смехотворно! Эх, война, война! Мечта героев и патриотов! Война! Это тоже фальшив, как выжить! Пустая поделка, как любовь! Как любовь-то? Вы говорите это в моем присутствии! Будет вам сорат, но вам же все объяснить! А я буду пустая поделка! С какой стати вы сюда вернулись, если между вами двумя ничего не было, кроме председателя вашего левогоера? Рина заплуждается по волгу нашего сгорящего друга! Мой двумя совсем не лад. Кто же тогда? Пу! Лука! Моя корма, что ли? Моя слушанка! Ты долго говорил с ней сегодня утром, после того, как? После того! Я все это время боготворила в лужакога! Знаешь, поднимаясь из себя наверх, я хотела еще раз взглянуть на моего героя, тогда я увидела то, что не поняла. Теперь я понимаю, ты объяснялся ей в любви! Ты видела меня в снеге! Как на ладони! Украина наша любовь раскрыта в трепеске! Жизнь это фарс! Видите, сам себя разоблачил! Лучше! Лучше! Я позволю вам назвать себя дубиной! Прошу! Можете оставить меня еще и трусом! Я отказываюсь с вами, знаете почему? Не знаю, но это не важно. Я не спрашивал, когда вы меня вызывали, не спрашивай мне сейчас. Я профессиональный солдат. Я дерусь, когда приходится. И с радостью не дерусь, когда можно без этого обойтись. А вы? А вы просто любите. Для вас дуэмин это развлечение. Девчатки, вам придется вырушить мое. Почему? Господин профессионал! Причина в том, что для настоящей складки нужны бои. Бои! Бои! с сердцем, с горячей кровью, с честью! Я не смог бы с вами драться, как не смог бы признавать в любви. Уродливые женщины! У вас не откровительный. мы. Мы! Ты человек! Вы автомат! Да! Это истинная правда. Я всегда был таким. Прошу прощения. Но теперь, когда вы наконец выяснили, что жизнь это не фарс, а штука вполне серьезная и временами вполне логичная, теперь-то что мешает вашему счастью? Вот вы заботитесь о его и моем счастье, вы забываете о его новой возлюбленной, о Лукке, теперь ему придется играться не с вами, а со своим новым соперником, с Николой! С Николой! С СОПЕРНИКОМ! Ты не знал, что они помолвлены? Никол! Никол! Новая песна! Развертность у моих ног! Никол! Какая ужасная жертва, неправда ли? Такая умница! Такая красавица! Такая огромница! И достанется немолодому простолюдину! Послушай, Сергей, ты не можешь этого допустить! Твоя галантность не позволит тебе бездействовать! Твоя галантность! Послушайте меня, Сергей! Вставайтесь! А что натворил этот человек? Он подговорил слушанку, чтобы она следила за нами, а сам рассчитался с ней объятиями! Ложь! Глузная ложь! Ха! Глузная ложь? Ты отрицаешь, что она рассказала тебе, что капитан Булычный был у меня в спальне? Нет, но... Ты отрицаешь, что обнималась я с ней после того, как она тебе все разболтала? Я же сказал, что ты рада. Не надо нам больше ничего не сказать, мы услышали достаточно. Я же говорил, саратов стал, а радитесь? Чикеница! Чикеница! Ну, я вам научу, как этот человек рассказал, блядь от меня! А-а-а-а! А что ж ему еще остается делать? Ему же надо как-то защищаться. Ладно, вы ссойтесь, что толку ссойтесь? Помолвли на стеколы! А-а-а-а! 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 А-а-а-а-а! Улучши вы правы, что принимаете так вот так ровно все шутки этого насквозь лживого мира! А-а-а-а! Вы верно считаете нас взрослыми младенцами, не так ли? Да считают, считают! Швейцарская цивилизованность, так же, вовсе нет! Вовсе нет! Вовсе нет! Я очень рад, что вы, наконец, угомонились! Давайте теперь, как друзья, как воспитанные люди во всем расследовании, кстати, где другая девушка? Вероятно, подслушивает, под дверью! Я докажу, что, по крайней мере, это глядо! Боже... Боже мой Божий... Я не сам ее осуждать. Я сам как-то раз подслушал оболадушки, солдаты, брюшка и мятеж. Это все вопрос процента оправданности. На кому стояла моя... На кому стояла моя любовь? Мне не стыдно. Любовь. Скажи лучше любопеть, собак. Моя любовь? Все не любовь. Вашего чувства. Вашего чувства. Вашего шоколадного солдатчику. Украшение замороженного. Тяжелая полка, девочки. Украшение замороженного. Украшение замороженного. Простите, что я в такую визиту, господа Раина. Кто-то носил мой жакет, но он сзади пошел, разъехался, твоя мама. Зашиваю эту уши, лучше бы она подорвилась, а она у меня... А я постужу. Что-нибудь случилось? Что-нибудь сзади. Ах. Ничего. Чего? В сердце ничего Нет, нет, нет Что-нибудь не так лук Нет, сон Хорошие девочки, вот славно Пори, спроси хозяина, не готов ли мой жакет? Надо слушать хозяина Ах ты! Вот ты жакет, папочка Дай его мне, Никола, и попроска дров порой Ха-ха Теперь ты будешь со своего старого папки пыльнинки сдувать Хитерин Георазон С войны вернулся Отец, разве можно так говорить? Ну ладно, ладно, малышка моя Почтики нельзя Поцелуй отца А ну-ка теперь давай сюда Да Лежать я Я тебе его сама подам Повернись Ну что, папочка, тебе от тебя удобно? Удобно, милая моя, спасибо тебе Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А-а-а! Твоя мама взяла его. Что взяла? Так, мой портрет с надписью. А троиной ее шоколадному солдат на память. Ясно, я делаю, что я тут нечистым. Я собираюсь прояснить. Дело... Никола! Сюда! Это правда, что я утром сломал шоколадную пашенье барышни Раина? Суда и сам, барышня Раина, сказала я «сломал». Я это знаю, я столовник. Я спрашиваю. Сюда! Я уверен, суды, барышня Раина просто не способна сказать им право. Ах, ты! Уверен! А вот я не уверен. Сюда! 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 Я не об этом занимаю его директором, а только если он говорит по-французски, он не наступает. Я воль! ВИЧ-КОРАНС, ВИЧ-БЛЕЙ, ВИЧ, ДЕБАНЫ ВКРАНСЕ, ДОСТРАСЬ НЕ СВИТАНИЕ! Вот так! Я слышу, как гулять! Вы ему благодарствия подаете! Вы обязаны извиниться передо мной! А, бесполезно! Он никогда не извиняется! Перед вами может быть и нет, потому что вы ему ровня и враг! Но передо мной... Его бедность лужанка! Он изменится! Прошу простите меня! Прошу простите меня! Прошу простите! Прошу простите! Прошу! Уп! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это кто-то он делает, мне не нравится! У меня ваши ныречённые невесты! Да! Я забыла! Я не смогу отказаться от своих слов! Да никогда не отказаться от своих слов! Ты принадлежишь мне! Что это значит? Как видишь ты, Екатерина! Выходит так, что Сергей взятится на ум! Да! И начинкает меня, я тут и кричу! Сергей! Вы связаны с словом давным нашей семье! Я ничего не взял! Здорово! В руку! Прилите мои поздравления! При всём вашем фонтворенске, у вас всё-таки есть практическое начало! Благовёртная барышня, примите наилучшие пожелания от доброго швейцарца! Ну-ка! Ты всё рассказала! Я ничего не видел! Равиня! Бабышня Равиня! Бабышня Равиня! А на рупой двое имя я тоже имею право! Я только сказала майор Сарангу, что она ни почём не выйдет за него замуж, я пришел царский господин Барыш. Послушайте! Я подумала, что он не репан Сергей, только барыша справа, и он не тер. Глупости! 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 Уверяю вас! Браво, я не понимаю, уважаю! Великодушная барышня просто спасла мне жизнь ничего более. Я же ей совершенно безразличен. Благослови моё сердце и душу. Вы только взгляните на неё и посмотрите на меня. Она богатая и умная красавица, с головой доверху забитой прекрасными принцами, благородными жестами, кавалерийскими атаками, ещё не знаю, чем ещё. И я, швейцарский нескорождённый солдат. 14 лет в бараках и на фронтах, я уже забыл, что такое нормальная жизнь. Бродяга, который проворовил в своей жизни всё из-за своей неисправива романтической натуры. Я, который... Простите, я передам лучше, из-за чего вы сказали всё из-за проворовива? Из-за своей неисправива романтической натуры. Вау! Я дважды, мальчишки, сбегал из-за. Пошёл в арку, вместо того, чтобы продолжить бизнес отца. Забрался на балкон, когда любой другой разумный человек забился в беду попавшейся полной, вернулся сюда, чтобы хоть одним глазком взглянуть на барышей, когда любой взрослый мужчина отдал бы жакет посыльным. Комбой! Жакет! Да-да-да, конечно, отдал бы вот этот вот самый жакет посыльным, и тихо бы ехал бы к себе на родину. Да разве может влюбиться такая юная барышня, такого как я? Мне 34 года, а ей небось ещё и 17 нет. Для меня все эти приключения это вопрос жизни, смерти, а судьё, школьные игры, шоколадные солдатики, хрятые души... Не сойдите ещё в этом роде? И вот доказательство. Да разве станет женщина, отнесись она ко мне серьёзно, писать на карточке охраины её шоколадному солдатю? Адамам! Вот это я сам и... И сказал, как же ты, черт, 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 я выжу вас. Я все верно объяснил, не так, ты, милая павлача. Я совершенно согласна с вашей самооценкой. Вы действительно романтик и идиот. Может быть, в следующий раз вы сумеете отличить 17-летнюю школьницу? От женщины, которой двадцать три года. Двадцать три! Вы, 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 вы разрушили мою последнюю иллюзию в жизни. Ваша гудрость, это тоже большая, вы, еще крупнее меня, двадцать три. Двадцать три. И, в таком случае, дорогой майор Пектор, я почтительно прошу руки вашей дочке, учитывая, что Марион Саранов взял самооход. Как вы смеете? Я имею право отпустить к нашему разговору более серьезно, знаю я, что вам двадцать. А я вас сомневаюсь, сударь, что вы вполне понимаете, какое положение в обществе занимает моя дочь. И, Марион Саранов, чьё место вы так стремитесь стоять? Бедко вы, Сарановы, самые богатые и значение семьи нашей страны. Наше положение в обществе снищится на истории. Наш род насчитывает двадцать лет. Это, это, как раз, понимаете, мы бы с радостью согласились и с полночью, если бы не оказалось только вашего происхождения. И, Марион Саранова, чё, не видит ли, Раина, привыкла жить в роскоши, Зачем Сергея держит двадцать лет? Зачем ему двадцать лошадей? Да не роскошь, а то цирка. Зачем, Марион Саранова, привыкла к первоклассной конюшке? Зачем, Марион Саранова, ты не обозорил. Так, ну ладно, раз вся загвоздка только в сервисе и в боксах, ну давайте сравним. Сколько говорите лошадей? Двадцать, благородный швейцарец. А у меня двести. Сколько говорите экипажей? Три. А у меня семьи. Из них двадцать четыре двенадцати местных, Спереди на козлах помещаются ещё двое, не считая куча икоников. Так, сколько говорите экипажей? Почему не знаю? Ну четыре тысячи будет. А у меня четыре тысячи. А также девять тысяч шестьсот простыни под одеяльником, Две тысячи четыреста стёганых одеял на гусенином пуху, Десять тысяч ножей и вилок, столько же десертных ложек, Триста слуг, шесть дворцов, две почтовые конюшки, чай, Стреченый садик, частный особняк, Четыре ордена за боевые, за студии, Офицерский чин и положение благоволного человека. Ещё говорю на трёх национальных языках. Кто в Бангарии предложит ей столько? Но вы император! Нет, я ношу самое высокое звание, какое есть в Швейцарии. Я свободный гражданин свободной страны! АПЛОДИСМЕНТЫ В каком случае, В ЭПГ капитан Брюч, так как моя дочь сама вас выбрала! Что-нибудь он не выбрал! Да не буду приветствовать её счастьем! И майор Светка со мной совершенно согласен! Я так рад двести лошадь! А что скажет девушка? Девушка скажет, Пусть он подавится своими скотертями и лошадьми. Я не товар, чтобы уйти к тому, кто даст больше. Я не приму такой ответ. Я достался вам нищим и голодным беглецом, И вы меня приютили. Вы мне дали руку для поцелуя, Кровать для сна и крышу над головой. Вы товар, но никак не императору швейцару! Вот! Я и говорю, ответьте! Кому вы всё это дали? Моему шоколадному солдатику! Моему шоколадному солдатику! Вот это всё! Благодарю вас! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вы, я ищите! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Именно вышло, боёв. Вы так здорово справились с кремля полками, Что вас наверняка теперь попросят заняться Тьмокской пехотной дивизией. Отправляйте их домой, Через форт Лом-Пананта. Сарана! Сарана! Не играйте в свадьбу без меня. Я приеду через две недели ровно пять вечера во вторник. Милые пальцы. Хорошего вечера. Милые пальцы. 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 Что за человек? Что за человек? АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ